друзья всем огромнейший привет этот год у меня знаете какой то вот ну не задался что ли первый раз за несколько лет пересадки у меня идут не как запланировано было а в мае месяце обычно начинала пересаживать где-то конец марта начало апреля в этом году у нас все вообще через одно место с таким графиком работаем я уже снимала видео что собиралась пересаживать перри прививать нифига и ничего не сделала несмотря на то что адене мы у меня с бутонами эти прививки с бутонами придется их пересадить обрезать не буду буду пересаживать ну я их вынесла пока на столик они у меня живут уже несколько дней на лоджии нужно будет переносить стеллаж подготавливать место и выносить потихоньку цветы так что касается жирафа и елки когда они уснули были бутоны бутоны мы также отсушили из-за того что нерадивая мать валентина поливала редко они отсушили бутоны и знаете в итоге склеили макушки то есть уснули что значит склеили макушки а вот я сейчас покажу на вот этой предмет видите проснулась какая-то у меня спала ну ладно не суть не суть в общем они меня уснули я их перестала поливать не поливала очень долго в итоге на вот этой жирафе не облетела листва вот эти старые пластмассовые мне уже писали в комментариях что не хватает питания да я знаю не хватает питания но они же питания получают жидкое удобрение пусть не часто но получают проснулись у бассейн c а этот там опять с бутонами камера не передаст их он опять с бутончиками поэтому я планировала пересадить и перепривиться на самом ну блин хочется увидеть цветение пересаживаться мы будем пол-литровые горшочки сейчас их принесу не принесла дальше грунт я уже намешала сейчас кстати немножко вам расскажу что этом намешивала потому что начала снимать одну удалила потом про грунт сейчас ставлю немножко про грунт и так рассказываю здесь значит у меня идет кокос процентное соотношение не точно не помню но по-моему я брала один к одному кокосовый торф или как он какой-то который в кирпичиках прессованный кокос грунт для суккулентов я взяла один к одному добавила сюда биогумус далее что еще добавляла перлит не агро перлит покажу вот такой вот агро перлит здесь приблизительно 40-50 процентов от общей массы грунта потом меня научила одна цветочница и по-моему в одном из видео когда-то давным-давно говорила вот такой фитоспорин который в порошочке на 5 литров грунта добавляем одну чайную ложку фитоспорина сухого грунта то есть уже здесь у нас будет а потом что еще добавила а диатомит добавила на вот это количество грунта по пол баночки тоже в каком-то из видео про него рассказывала даже наверно в прошлогодних видео у меня было я допустим очень довольна диатомитом прошлом году я дыниом и когда пересаживала я добавляла и прямо не так поперли поперли в рост ширину массу зеленую наращивали и вот смотрите что у меня есть так как показать в общем у меня муж покупал уголь ему там для его цели как-то нужен уголь это по моему березовый уголь сейчас покажу в общем я решила у него немножко натырить уголечка вот такой фракции во первых это как антибактериальное будет средство до в грунте ну и плюс соответственно тот же самый рахлитель этот уголь уже обработанный пережженный как следует в общем сейчас добавлю еще угля немножко еще на такую же жменьку как добавим здесь реально меня хорошая еще одну жменьку добавлю ну и вроде бы все можно пересаживать в качестве дренажа мы возьмем обычный пенопласт так как я не взяла не купила перлю и скажите мне керамзит вот я уже наломала вот такие вот литровые горшочки как горшочки ведерки для меня чем они хороши я поняла одно что мне нужно чтобы я видела корни воды и немов и вот такой вариант горшках как-то меня не привлекает особо ведь можно купить в принципе вот эту кромку обрезать и купить красивый горшок по размеру и просто-напросто пластиковый поставить вот так вот горшок красивый ну что давайте начнем а начнем и у меня всего четыре таких ведерко я не рассчитала особо сильно начнем мы скорее всего с тех кому более нужна сегодняшняя пересадка так те два сеянцы в обязательном порядке вам пересаживать видны мои цветулечки их пересадить на два бог знает когда покажу вам для начала корни по бликам я надеюсь видно что у нас стаканчик деформированный так посыпалась ладно тут у нас уже пытается он сбежать я так понимаю что нам ему уже два года этому до нему я так понимаю что нам без разрез без разрезания стакана нам никак не обойтись так его мы пересадим и как я говорила уже мы пересадим жирафом сейчас хожу за ножницами как-то я не подумала заранее начала резать пока сашуля здесь настраивала я конечно не знаю что нас ожидает вот в этой части но видите по полосе даже заметно вода сколько бы не поливала мне приходилось стоять она вот не проходила абсолютно накапливается то есть нижние слои у нас практически не промачивались а нижним поливом зимой я как-то особо не рисковала не рисковала поливать елку надо как-то так об наверное нужно тысячу что корни не повредить а я на расчет дно вырежу ну так вот что еще хотят сказать а в общем так как у меня всего четыре таких ведерко я не знала просто куда чего никому пойдут не пойдут я купила на пробу а еще у меня в планах пересадить сеянцы и я вам сейчас даже покажу насчет сеянцев кое-чего в общем они меня сидят на и сеянцы в малюкусеньких стаканчиков до сих пор сейчас покажу короче пороняло все покажу эти сеянцы покажу их корневую корней полный стакан они такое еще не съели весь грунтом скушали сюда таких сеянцев мне много тоже видите из вот таких малюсеньких стаканчиков я хочу сразу пересадить вот такие большие тут сколько они 505 мне сашулька помогает по моим наблюдениям вы смотрите в прошлом году кто давно смотрит меня наверное помнят кому интересно могут пересмотреть когда я покупала прививки получала почтой они приходили малюсенькие одни были вот такого диаметра а другие еще тоньше вообще там были хилики они сидели у меня как правильно блин в чашечках вот в таких даже в кофейных потом в квадратных горшочках каких-то транспортировочных и не росли вот представьте лето самый благоприятный сезон для того чтобы нарастить попу и нарастить массу корневую они просто тупо просидели все лето просто так и когда настала осень их перенесла в квартиру я пересадила сразу это говорю про вот эти прививки я сразу пересадила в большие стаканы и они не только на ели попы сейчас я даже покажу бриллиант вся красота у нас там внутри не только на или попу но они на ели и корни посмотрите вот сразу из маленького стаканчика вот такие большие вот такой у нас был результат поэтому так как сейчас у нас лето на жаркая солнечная на лоджии у меня очень солнечно также они у меня прекрасно за лето на растят пусть да не зацветут будем стремиться к тому чтобы они нарастили массу корневую попы и попробовать на цветение направить и кормить потом посмотрим то есть таким расчетом я их уже в этом году пересаживать не буду мне нужно с таким расчетом чтобы они уже зимовали потом в этих стаканах таких но я имею ввиду маленький сеянца как тяжело прям до такой степени плотно здесь все сидит в общем наверное чтобы не мучить вас я остальные скорее всего буду пересаживать самом смысле раскрывать раскутывать для алексеев сама вам покажу просто кайку что там будет внутри корень аж корни в полосочку от стакана отпечаталась да допустим где на жирафина а жирафа я насчитала 5 почек начала ветвиться несмотря на кстати я на я очень все-таки надеюсь что будут красивые бутоны они знаете такого винного цвета были если у этой прививки бутончики были светлые светлые а там прям винного цвета таки насыщенный бордовые я очень надеюсь что все таки будет там красивое цветение потому что вот она не успевает только получается бутоны от сушит проходит буквально от силы три недели на пять бутонами вот с прошлого лета уже раза четыре сентября где-то месяц или с августа четыре раза набирала бутоны но так как очень высокая на полке под лампы не помещается здесь вот если будет видно светлые прям мелкие точки вот они это диатомит очень мне понравился он так вот так как не было особых условиях я кстати из-за этого и не поливала практически так слегка и по чуть-чуть из-за того что не было условий для цветения и вот все равно получается выдавал бутоны сеянец пытался их нарастить отсушил проходит две-три недели недельки три мы опять пытались заново ведь как все тут скоксовалась утрамбовалась и он опять через недельки три начинал пытался вернее зацвести то есть получается тот сеянец очень даже любит свести несмотря на то что отсутствует условия как цвести по крайней мере выдавать бутоны но это я вам все рассказала давайте аккуратно наверное без камеры размотаю и этот сеянец и тот и покажу что же там скрывают стаканы и грунт так сильно потрошить их не стала это вот которую меня с бордой блин сейчас еще и ветки переломаем зародыши веточек даже новые листики новые веточки ведь они какие темные сима сим сима девочка ты чё пришла сильно не стала тормошить центральный корень я им не обрезала не младенчестве не более старшем возрасте это один и сейчас я покажу вам свою елочку о ее тяжелее она такая тяжелая если честно взвестию что ли посмотрите какой кодекс у нас толстый корни и вот такое количество веток вот много сколько лежала в тазике в контейнере с грунтом поэтому довольно таки грязная сима иди отсюда ну заодно пересадим вот эту прививку пока она не врезалась иначе потом у нас здесь будут вмятины на корне она уже распирает здесь по бокам стакан хочу ее пересадить и все-таки достану вот этот тройной стволе потому что видно было холодно или что не просыхают абсолютно корни по ходу у нас подгнили сбросили в общем сейчас достану посмотрю и пересажу в более свежий грунт сидит плотно обалдеть помощница прискакала я повторюсь еще раз октябрь-ноябрь у нас было на просушке она замечательно у нас туда же нет дренажных отверстий представляете горе-мать 7 горе-мать вот как него разрезать пока сейчас его отставим в сторону давайте это достанем посмотрим я переживаю что мало ли ну вот видно нет вот белый корешок я переживаю что мало ли там загнило что эти все мокро здесь грунт еще прошлогодние вот кирпичики у меня были в этом году мне так никто и не раздобыл у самой нет времени добраться до кирпичного завода в принципе неси мочалка у нас неплохая это уже мы нарастили в новом грунте сами посмотрите вот корешочки беленькие это все новое у нас ну что с богом посмотрим что у нас здесь получилось но я хочу если честно замотаю сейчас посмотрим замотаю все это дело назад и постоит еще еще несколько месяцев месяца два-три это точно где-то до осени потому что я боюсь что она разойдется клеенка сползла вверх была перемотана полностью сползла вверх и здесь такое ощущение что расходится сейчас посмотрим это мой первый опыт по такому сращиванию так ну что давайте посмотрим эти под клеенкой мокром мог бы за ты мог бы загнить сашуль можно поближе здесь судя по всему внутри срослось следующую сторону но так все плотно вроде держится таки у нас будут корни но и в плане толщины и ширины сам вот этот вот импровизированный ствол из трех кодексов я хочу сказать что стал толще намного толще потом что еще еще следующее у нас я сейчас этого делать не буду но ведь и вот одна веточка у нас молоденько вот 2 вот эту ветку толстую скорее всего я потом срежу то есть чтобы шли наружу внутри нам вот эти вот вот эти вот дебри не нужны абсолютно эта ветка не нужно хотя с другой стороны если оставить одну из толстых ветвей как доминирующую то в принципе вот эти да можно будет среду есть почки можно будет срезать пониже пусть идет вверх короче это все будет все будет вот эту мы оставляем точно эту срежу может даже сейчас нет сейчас не буду как для растения стресс тоже хочу пересадить вот в такой сразу горшок прилипло смотрите да это кажется что большой довольно таки объем но повторюсь еще раз у нас лето впереди осенью нас тоже довольно таки солнечная жаркая он успеет на есть попу себе я представляю какая будет красота по крайней мере бывает такое что один из троиц доминирует здесь у нас по доминантности смотрите здесь длинный каудекс вот этот вот он коротенький но он круглый толстенький это тоже довольно таки длинны то есть вот эти два более схожие а этот пошел в толщину но все равно в этом и своя прелесть смотрите корни внутрь подвернуты сюда я думаю что будет симпатичный экземпляр все давайте пересажу и покажу конечный итог уже не удержалась я смотрите какая у нас тут репка смотрите какая красота в руке толком не помещается с этой стороны конечно более плоская а с этой стороны но прямо вообще красота вот это мы нарастили уже после нашей зимней просушки так вот сейчас я его пересажу начал вроде просыпаться ну слабенько сейчас пересадим сюда и будет все все чики-пуки дошло до абсурда вот стол протереть приперла кухонные весы и взвешивала свои сеянцы продолжаем пересадку ну что ж пересадила я своих красавцев единственное что своей елочки я не стала делать дренаж так как довольно таки ну каудекс ладно широкий у нас корневая слишком глубокая корни слишком длинные и просто с дренажом над поверхностью очень сильно была приподнята я не стала что я вам сейчас покажу прошу прощения за собак на улице у нас весь город собаках значит так как грунт слегка влажным он потом при поливах сейчас я поливать не буду из-за влажности но потом при поливах это все осядет немного и я значит хочу вот эти корни над поверхностью что остались тонкие я их потом обрежу когда он приживется день он тогда живут с этой стороны там тоже есть корни и это все обрежу просто вытащу из грунта вот такой вот малыш этого малыша я не просушила ничего пересадила и сейчас хочу самая обычная пищевой пленкой я опять его обмотаю так это моя толстенькая прививочка вот такая красота получилась не стала приподнимать над грунтом пусть живет как жила до этого прививка ну и самый высокий жирафчик да он с дренажом тоже приподнимать слишком сильно не стала не трогай не тревожу потому что у меня там об стену общем облокачивается все завтра я куплю еще таких же горшочков таких же ведерок это все скорее всего потом обрежу что-либо обмотать их чем-то либо поставить какие-нибудь кашпо горшки кашпо не знаю так как я моим наблюдением то что на свету было зеленеет эти водоросли конечно зеленый абсолютно не мешают растению жить а то что видите скрыто было в бумажных стаканах абсолютно белая чистая вот они все пытаются убежать аж дно выпуклое но это будет завтра вечером все пересаживаться несмотря на то что с бутончиками сбросит так сбросит у нас лето впереди на этом все буду обматывать и пересаживать малыш не а я со всеми прощаюсь всем пока пока